Нам присоединяется Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Александр, приветствуем вас. Честно, хотела спросить, когда Пригожин и Вагнера зайдут в Москву. Ну, наверное, будем с вами вместе следить, и, возможно, во время нашего общения определенные процессы и территориально будут продвигаться географически, все ближе к Москве будут продвигаться. Каким образом, тоже посмотрим это все, с вами обсудим. Ну вот, все-таки, хотела у вас первый вопрос, Александр. Ситуация, давайте просто, да, немножечко разделим. Очень многие сегодня говорят, что это действительно повлияет очень серьезно и на военные действия армии Российской Федерации, которые они проводят в Украине. Как вы считаете, каковы сегодня, даже уже исходя из сегодня, хотя я понимаю прекрасно, что надо смотреть на результаты уже, скажем так, как это будет происходить, дойдут ли до Москвы, какие будут действия в Москве и так далее, но все же, как это, по вашему мнению, повлияет на ход военных действий на территории Украины? Уже появилась информация, что ЧВК «Вагнер» отводит своих военных, своих наемников и свою технику, в частности, из Луганской области. Вы знаете, я вот воспользуюсь, скажем так, его моментом и поработаю у вас редактором, если можно ненадолго. И вот я бы подправил спецэфир не России на грани гражданской войны, а Россия в огне гражданской войны. Потому что то, что мы на сегодняшний день наблюдаем, оно уже свидетельствует о том, что грани переедены, и многие красные линии истерты. Ведь, согласитесь, то, что когда-то кому-то казалось, скажем так, фантастикой, немыслимым сценарием. Вы знаете, я сегодня и вчера вспоминал на самом-то деле, сколько времени я потратил год назад, полгода назад, убеждая многих людей, в том числе, что такой сценарий в России возможен. И очень крайне правдоподобен. Потому что очень много примеров в российской истории свидетельствует, что много проигранных войн в России заканчивалось только именно так. А теперь о войне непосредственно. И почему я говорю о проигранных войнах? Дело в том, что обратите внимание на череду событий, которые происходили в России накануне украинского контрнаступления. А вот интересный такой момент. С какой целью вообще Шойгу решил создавать резервную армию? Вот Шойгу что сказал? Шойгу сказал Путину две вещи. Во-первых, необходимости перебазирования дополнительных добровольцев на линию фронта нет на сегодняшний день. Все нормально, все под контролем. Контрнаступление украинских войск отбили пять раз, но все равно продолжаем отбивать, потому что хоть и мы уничтожили 500 танков, где-то появились еще по версии России, но они создают резервную армию. А я думаю, что Шойгу это все предполагал. И он понимал, у него была информация, что Вагнер как и Пригожин, как и Муссолини с походом на Рим, так и Пригожин с походом на Москву готовит подобные действия. И то, что это было непременно, оно должно было произойти. Поэтому они создавали резервную армию. Резервные армии, как правило, создаются для того, чтобы противодействовать внутренним угрозам. И поскольку в российском командовании не было оснований предполагать, что все ФСБшники и вся спецура на российской стороне, то есть на стороне власти, на стороне Путина, они перестраховывались и пытались создать резервную армию. Но промахнули, сделали это поздно, но как бывает, позже, как бывает часто в российском командовании и в российской политике. Теперь, вот переходя к нам непосредственно, а кто же тогда будет защищать Путина, его приклебателей, его приспешников по преступной власти, если нет резервной армии? Ну, должна защищать та армия, которая находится сейчас на временно оккупированных территориях в Украине. По логике они. Посему они непременно столкнутся с выбором, они на таком шпагате, на такой растяжке. Что им сейчас делать? Им сейчас вести боевые действия за Старомлыновку, за Урожайное и защищаться под Мелитополем? Либо им предстоит непосредственно борьба в защите Москвы и других населенных пунктов, куда там Путин будет бежать? Уже есть информация о том, что они перебазировались где-то в Питер, возможно, еще куда-то там в Мурманск, Заполярный круг в дальнейшем, я не знаю. И поэтому это первый момент, который будет влиять. Второй момент — дезорганизация и дезориентация сейчас российского командования на местах. Ведь понимаете, российская армия, структура устроена таким образом, что они сейчас выжидают, они сейчас смотрят, чем это все закончится, и каким образом им дальше действовать, на кого им ориентироваться, какие приказы им и кого слушаться непосредственно. Потому что мы знаем, что, не секрет, что во многих российских кругах регулярной армии есть достаточно много поклонников Пригожина. И почему Россия еще не предприняла российское командование решение о переброске многих подразделений российских войск в Россию, но это еще и потому, что они не уверены в лояльности очень многих подразделений. И поэтому, конечно же, ситуация для нас открывается таким образом и складывается, что у нас есть окно возможностей. Я уверен, что военно-политическое руководство Украины это понимает, что мы должны воспользоваться этим окном возможностей по полной, бить по всем направлениям из всего, что у нас есть, для того, чтобы сейчас осуществить рывок контрнаступательный и освободить как можно больше территорий, нанести как можно больше вреда и поражений российским войскам и вынудить их все-таки, ну, наверное, послушать Пригожина в том смысле, что их там обманывали и все-таки присоединиться к Пригожину в его походе на Москву либо на Питер, либо куда они еще там пойдут. Все больше, Александр, сообщений происходит пока что в телеграм-каналах, в том числе аффилированных с Пригожиным, о том, что возможны переговоры между властью и мятежниками. А как вы считаете, если они начнутся, о чем это будет говорить? А не будет никаких переговоров. Они не доверяют друг другу. Все. Путин не пойдет ни на какие переговоры. Даже если он пойдет на какие-то переговоры, он обманет. И Пригожин это прекрасно понимает. Он считывает, я думаю, это ложь Путина. И мы все прекрасно понимаем, сколько Путин в своей жизни лгал, сколько он давал пустых обещаний. Поэтому я не верю ни в какие переговоры. Это просто невозможно на сегодняшний день. Вот, Александр, кстати, в подтверждение ваших слов. Сейчас давайте покажем фото. Обнародованы фото сбитого вертолета Ка-52 в Воронежской области. Наверное, после таких кадров действительно сложно себе представить переговоры ЧВК «Вагнер», которые это сделали с федеральными войсками. Вот обломки вертолета Ка-52, который сегодня был сбит в Воронежской области. Экипаж этой машины погиб. Да, да. Ну и кто бы мне что ни говорил, это гражданская война. Если вы откроете любой словарь, любой кембриджский, оксфордский, любой, я не знаю, русский, украинский, неважно. Если найдете определение термина гражданская война, вот все признаки на сегодняшний день есть. И мы видим, что есть часть населения, которая, очевидно, сейчас переходит на сторону Пригожина. Есть часть людей, наверное, которые, возможно, до сих пор поддерживают Путина. Но судя по тому, как Пригожин колесит фактически по России со своими, значит, поклонниками, и никто его не останавливает от Ростова-на-Дону до Москвы за такой период времени, ничего себе. Ну так, значит, все нормально у него с поддержкой там. Давайте посмотрим. Во-первых, появляется, это первое, что скажу, появляется информация о том, что первые все-таки в Ростове прозвучали выстрелы возле штаба Южного военного округа. Да, информации о причинах происходящего пока нет. Порядка пяти выстрелов прозвучало. И также есть информация, мы сейчас посмотрим. Бойцы ЧВК «Вагнера» незаконно задерживают людей в Ростове. Сейчас попрошу нашего режиссера, можем показать это, как это происходит. Как сообщает издание «Блокнот», наемники остановили автомобиль. С номерами аннексированы ЛНР и уложили на асфальт мужчин, которые были внутри. После этого их, вероятно, увели в неизвестном направлении. И запубликовано видео, их дальнейшая судьба пока не ясна. По информации «Блокнота», задержанные хотели проехать по Буденновскому проспекту. Ну, мы видим, да, что «Вагнеровцы» контролируют сейчас все, что происходит в самом Ростове. Их достаточно большое количество. Также напомню, что бойцы, да, так скажу, бойцы «Ахматы», «Кадыровцы» сейчас продолжают находиться в пробке, пытаются пробраться, но стоят в пробке. То есть давайте тогда продолжим наше с вами общение. Александр, и еще пару вопросов. Как вы все-таки считаете, действительно, как будет происходить ситуация по мере приближения к столице, как будет действовать Росгвардия, как только Пригожин, да, потому что я прекрасно понимаю, что он захочет идти впереди всей колонны. И это понятно будет, почему он будет это делать, потому что он прекрасно сейчас работает с точки зрения, скажем так, такой, ну, пиар-компании. Я думаю, что здесь тоже есть этот определенный элемент. Как вы считаете, как далее могут развиваться сегодня события ближе к полуночи? Во-первых, я думаю, что у Пригожина есть информаторы в спецслужбах, в ФСБ и не только, которые передают ему данные. Я почти уверен, что они уже знают о планах, которые готовит российское руководство, российские военные по обороне Москвы. И поэтому «Ахматыровцы» корректируют свои планы с учетом этой информации. Мне так кажется. Я думаю, что есть основания это предполагать. Второе, что касается того, как будут развиваться события, это покажут непосредственно боевые действия. Я почему-то не думаю, что на сегодняшний день, исходя из того, как «Ахматыровцы» стремительно приближались к Москве, и их мало кто останавливал, будут, скажем так, будут силы, которые смогут их остановить в Москве. Почему-то мне кажется, что Пригожин таки зайдет в Кремль. Ну, давайте подождем, как будут развиваться события. Александр, а кстати, вот как вы считаете, вот я просто сегодня целый день крутим эту тему, думаем, а у него есть сообщники в высшем военном руководстве России? Безусловно. Безусловно, у него есть силовики. Я почти уверен, что его предупреждали. Ведь ему угрожала опасность уже не раз. Я думаю, что его хотело убрать российское руководство по указанию Путина. Но то, что он держится так долго, это свидетельствует о том, что он хорошо поинформирован об уровне угроз, даже о том, когда эти угрозы и от кого к нему исходили. Безусловно, у него есть последователи сейчас и те, кто ориентируется уже на него в высших кругах и эшелонах власти России. И, Александр, и наши зрители, на секунду еще раз вернемся к одному из любимых моих сайтов, как любителей авиации, Flightradar. Вот эта фотография, буквально несколько минут назад сделан скриншот. «Иллюшин Ил-96-300» — это самолет специального летного отряда «Россия», которым пользуется лично президент Путин и его ближайшее окружение. Вот несколько минут назад зафиксирован вылет этого самолета опять в сторону Санкт-Петербурга из Внукова. Внуково, аэродром Внуково, аэропорт Внуково — это правительственный, помимо всего прочего, аэропорт, которым пользуется Путин и высшее военно-политическое руководство России. Александр, мы начали следить за перемещениями, как улетают олигархи, постоянно курсируют самолеты отряда «Россия». О чем это может говорить? Ну, я думаю, что это говорит о том, что они все напуганы, понимаете? Ну, это единственное объяснение. Они реально напуганы, они боятся. Они боятся за свою шкуру, потому что они же слушали, наверное, Пригожина. А Пригожин далеко не лестно, мягко говоря, о них отзывался. Сейчас он поднимет народ, поднимет бунты. Они все пойдут на Рублевку, они все пойдут в районы разные Москвы. И начнут это все фактически. Мы понимаем, чем это для них грозит. Фактически это будет то, что можно назвать такими большевистскими действиями. И он об этом предупреждал, собственно говоря. Поэтому мне кажется, что они этого очень серьезно остерегаются. Благодарность за участие в нашем эфире. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правых исследований, был на связи.